Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Подскажите, пожалуйста, со взгляда психологии, почему мужчина примерно 10 лет стабильно раз в два месяца пишет и звонит женщине, выражая свою симпатию, после чего пропадает? Как это можно объяснить? Мазохизм или что? Спасибо большое за ответы, для чего он это делает. Аноним, ну, в первую очередь хочется сказать, что есть в вашем вопросе некоторое противоречие. Вы, вроде бы, к психологам обращаетесь, вроде бы. Вопрос ставите так, что необходимо мысли читать другого человека, как будто бы не наш. Понимаете, психологи не читают мысли. Мы не знаем, почему, ну, допустим, люди делают то или иное. Я думаю, что это нужно исследовать, почему человек делает то или иное. И вот как раз, когда и если исследование будет проведено, вот уже тогда и можно будет, в принципе, говорить о том, как бы, почему он так делает и так далее. Ну, совершенно очевидно, я могу отметить одно, что мужчина, который ведет себя таким образом, достаточно нерешителен. Робок. Вот. И, скорее всего, он боится брать ответственность на себя за, ну, те или иные поступки. Три или иные решения, три или иные желания свои. Вот. То есть, как правило, это работает таким образом. В принципе, это человек, человек, который вот не очень, в принципе, человек, который чего-то хочет, да, но вот как-то вот постоянно вот боится брать ответственность на себя за это. Вот. Вот. Ну, иногда, так как людей называют ветренными, то, на мой взгляд, ветренность конкретная. И именно ветренность здесь ни при чем, на мой взгляд, это просто вот, ну, просто неуверенность в себе, да. Вот. То есть, я, ну, я бы не говорил, да, я, что здесь именно вот ветренность. Ну, вам бы, вот, себя спросить, вот, в первую очередь, вообще вы пытаетесь понять, понять, как бы, этого мужчину. Вот. То есть, обратите внимание, вы пытаетесь понять его, а не себя. Вот. В чем, в чем здесь вот ваша трудность, как мне кажется. Вот. То есть, вы пытаетесь понять, а, другого человека. Вот. А нужно вам больше, как бы, обращать внимание на себя, да. То есть, мне, мне приятно это вообще, то, 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 что вот он делает. Мне это нравится, или я не хочу, чтобы он, чтобы он вот так, ну, чтобы он так действовал, да. То есть, как-то вот для себя этот вопрос решить. Вот. Вот. Пока вы не решили, ну, как бы, будете находиться вот в определенном подвешенном состоянии, так скажем, да. И, как бы, ожидать вот человека, вот, что он для вас что-то произойдет. То есть, вопрос в том, какая ваша позиция здесь, чего вы конкретно хотите здесь. Я думаю, что это можно будет поисследовать и на основании этого аспекта уже можно будет личные границы выстраивать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь. По моему ответу это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого добра. Продолжение следует...